Икра-то у вас не настоящая. Перед новогодними праздниками прилавки сомнительных торговых точек заполонили подозрительно дешевые деликатесы. Икра на любой вкус, размеры и кошелек якобы прямо с Дальнего Востока. Вот только документы где-то затерялись. И еще бы весь в жизненных банках вместо икры. Набор юного химика. Как не закончить праздник в больнице и выбрать деликатес? Специальный репортаж Андрея Караманова. МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Вы уверяете, качество товара отменное. Вы скажите, она настоящая? Нет, правда. Я вас снимаю, если что. Снимаете? Вот эта икра, чтобы вы знали, это подделка. Подделка? Да. Да вы что? С вероятностью 99%. Это не икра, это желатин. Желатин? Конечно. Она даже воняет пластмассой. Нелегальные торговцы новогодним деликатесом, почуяв легкую прибыль, атакуют улицы едва ли не всех городов России. Документов на продукты, разумеется, на руках никаких, чеки тоже не выдают. Да только кто догадается их спрашивать? Качество здесь гарантируют своим честным словом, говорят, проверено на себе. Если в банках и отрава, то не смертельная. Курса стоит? Двенадцать. А почему такая дешевая? Ну, я не знаю, такую-то курсную. А она настоящая? Ну, конечно. Я ею не отравлюсь? Ну, я выживаю, стою. По десять, по двенадцать баночек. Ну, а как отзывы? Хорошие. Я сама лично две баночки съела. Продажи идут бойко, а цены на раскладных столиках едва ли не в два раза ниже рыночных. И это еще без акций. Несколько банок обойдутся еще дешевле. Подозрительно низкую стоимость объясняют просто. Улов якобы был отличный. Дешевая, потому что очень много это лососевых рыбок выловили в этом году. И их очень много. С уловом в этом году рыбакам действительно повезло. Впрочем, эксперты уверены, к товарам так называемых лоточников он не имеет никакого отношения. Оранжевые маслянистые шарики в консервных банках метали не рыбы, а химики-любители. Рецепт искусственного нереста довольно прост. Набор альгинатов. Это такой пищевой гель, которым регулярно подменяют мясо некоторые производители колбасы. А кроме того, красители, ароматизаторы, водоросли. Вкус у такой имитации мягко скажем на любителя. Зато себестоимость считанные рубли за килограмм. Затем розовую жижу фасуют по банкам в полузаброшенных ангарах Подмосковья или других регионах. И клеят этикетки заводов-призраков, предприятий которых ни на Камчатке, ни на Сахалине не найти. Об элементарной гигиене икорные шарлатаны, разумеется, даже не думают. Главное, продать товар побыстрее. Это абсолютно полный фальсификат. Это фальсифицированный продукт, представляющий из себя желатиновые шарики в солевом растворе. В этом продукте присутствуют бактерии группы кишечной палочки. Для тех, кто заказывает икру у сомнительных продавцов по интернету, шансы наткнуться на опасный продукт еще выше. В этом случае погоня за дешевизной превращается в увлекательный квест. Как украсить новогодний стол и не получить в подарок пищевое отравление. В поддельной икре то и дело находят опасные бактерии, а в настоящей, но браконьерской, коктейли с консервантов и даже антибиотики. Недаром самые въедливые домохозяйки уже научились определять фальшивку не хуже любого эксперта. С помощью обыкновенного кипятка, в котором белок обязательно должен свернуться и побелеть. Вода постепенно приобретает оранжевый оттенок. Это говорит о том, что туда добавлен краситель. Вода не приобретает белесового оттенка. Белков здесь нет. Конечно, такие меры поймать обманщиков за руку уже не помогут. Зато хотя бы сберегут здоровье гурмана. Сложнее любителям черного деликатеса. Некоторые предприятия под марками российских компаний поставляют в магазины продукт, который ультрадешево закупают в Азии. Выдерживать конкуренцию отечественному производителю почти нереально. Русские осетр начинают метать икру только в 14 лет. И добывают деликатес, не убивая самку. А за границей недобросовестные бизнесмены пичкают рыбу гормонами, чтобы получить икру уже через 4 года. Икра заморская гормональная, здоровье точно не прибавит. Благо, ее на нелегальных лотках куда меньше. Мороки слишком много. Проще сбывать имитацию красной под видом настоящей. К счастью, найти настоящее лакомство тоже совсем не трудно. Например, в случае торговли на развес посмотреть и кринку на просвет. Если в шарике есть темная пятнышка, продукт оригинальный. Если оранжевая масса практически однородна, это обыкновенное желе по бешеным ценам. Не такая уж и сложная задача быть чуточку внимательней, чтобы сделать себе и своим близким в новогоднюю ночь маленький гастрономический подарок. Андрей Караманов, Татьяна Прокуратова, Татьяна Смирнова и Юлия Родионова. Вести. Дежурная часть.